Всем привет! Это канал Canada Cars. Автомобили из Канады у всех стран и мира. Меня зовут Алекс. И, как обычно, уже к концу недели вы все ожидаете горячий лот на следующую неделю. Соответственно, мы для вас готовим, мы стараемся делать эти интересные обзоры. И обзоры станут еще интереснее. То есть, мы для вас готовим определенные сюрпризы, приятные, как говорится. И такого, тем более, скажем так, ни у кого не может даже повториться. И вам будет это очень интересно. Поэтому наблюдайте за нашим каналом. И в будущем обзоры станут еще круче, еще интереснее. То есть, смотрите, я хотел бы сделать маленький ввод по, скажем так, навигацию по нашему сайту. Как пользоваться, что полезного на нем, скажем так, вы можете найти на нашем сайте. Ну, в принципе, вот, скажем так, заглавная страница. И здесь дублируются практически, не то что практически, а все абсолютно видео, которые у нас появляются на YouTube-канале только с большой-большой картинкой. Видите? То есть, вот, собственно говоря, вот, если перейти на наш YouTube-канал, то все, все видео последние, которые есть, они сразу появляются на первой странице нашего сайта. Ну, скажем так, если вы даже не подписчик нашего сайта, ну, скажем, даже если не подписчик, ну, конечно, вы теряете много, вы теряете уведомления, много интересных вещей, но при этом все равно, не имея даже подписки, вы можете смотреть все, скажем так, видео через наш сайт. Вот, теперь смотрите касательно обзора. Обзор, так же, как вот на прошлой неделе, да, вот, обзор вы сможете найти на нашем канале, но, на нашем сайте. Ну, получается, что если вы зайдете в обзор, вы сможете именно найти, зайти в какие-то определенные ссылочки и, нажав на эти ссылочки, сможете посмотреть автомобиль, который будет продаваться. То есть, ну, вот, собственно говоря, этот обзор был прошлой недели, но сейчас уже мы, получается, готовим для будущей недели, да, то есть, получается, сегодня у нас, у нас сегодня 26 ноября, у вас уже 27 ноября, поэтому, как говорится, мы отстаем немножко от вас по времени, вот, и на 7 часов целых разница, но, в принципе, вы сможете даже, скажем так, будучи уже там в 5, в пятницу, когда вас там вечерком посмотреть, даже зайти и покликать на различные ссылки различных ресурсов. Мы не говорим только за какой-то там аукцион Манхейм там или что-то еще, да, а мы делаем всегда разную подборку с разных абсолютно ресурсов, поэтому вам будет интересно нажать на ссылочку и перейти там посмотреть оригинал, какую-то именно оригинальную машину, которая вот с оригинального ресурса или Манхейм, или еще какого-то ресурса, да. Окей, с этим все понятно, с обзором, то есть, если вы хотите реально посмотреть машину, заходите с компьютера, не просто с телевизора, там, как вы смотрите, или с телефона, заходите с компьютера на наш сайт canadacars.biz, находите этот обзор, он будет на первой, получается, на первой главной странице, последнее видео, но, в принципе, в субботу выходит следующее видео, воскресенье следующее, поэтому он будет, скорее всего, потихонечку уходить вниз, но находите это видео, этот обзор, кликайте на него и смотрите на здоровье, много там лотов, которые вы найдете интересных, которые вам могут понравиться. Хорошо, теперь дальше, что хотел сказать, с нами связаться вы можете либо посредством вот такого чата написать там, здравствуйте, там, привет, привет, меня интересует то-то-то-то-то, я оттуда-туда-туда, и оставить ваши контакты, с вами свяжутся представители нашей компании, вот. И, в принципе, контакты наши у вас тоже взошли с сайта и посмотрели, все наши контакты имеются здесь, да, и контакты наших представителей тоже. И везде, чтобы вы знали, у нас, кроме обычных номеров телефонов, есть бесплатные говорилки, такие как там Viber, Telegram, WhatsApp, ну, естественно, email. То есть, ну, самый быстрый контакт, естественно, это вот позвонив по номеру телефона либо по этим бесплатным говорилкам и ответим на все ваши вопросы. Теперь относительно вот рубрик, да, то есть рубрика о нас вам расскажет, ну, более чем, скажем так, о нас и о нашей компании, чем мы занимаемся, как мы работаем, кто мы по образованию, пятое, десятое, там все, вся информация есть. Ну, скажем так, и кто мы вообще такие, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело. То есть вот эту видеопрезентацию мы сделали, в принципе, для вас. Есть описание о нашей компании, о том, чем мы занимаемся. Вот, и куча разных фотографий нашего автосалона в Монреале. Вы можете зайти и покликать эти фотографии. Вот, ну, скажем так, мы их сюда больше не добавляем. Это там, когда еще при открытии автосалона мы сделали эти фотографии. Вот, ну и, в принципе, остальные фото вы, наверное, сможете уже посмотреть на авто в наличии тех машин, которые мы продаем. Так, ну, значит, рубрика «Почему авто из Канады?» Там мы четко, ясно описываем, какие преимущества автомобилей из Канады. Значит, авто в наличии рубрика. Это машины, которые мы лично покупаем из различных ресурсов. Причем, какие ресурсы? Как правило, это ресурсы. Либо нам звонят официальные автодилеры, с которыми мы сотрудничаем. Ну, предположим, официальный автодилер BMW или официальный автодилер Volkswagen. Именно бренда какого-то определенного, да. И им очень часто попадают машины по системе трейд-ин, по обмену, когда они продают новые автомобили. И так как они знают, что мы крупная компания, которая занимается и экспортом автомобилей, и продажей автомобилей на рынке внутрь, ну, они знают, что в большей части мы, конечно, экспортируем автомобили в разные страны под ключ. И так как они это знают, и при помощи, скажем так, не без участия правительственной организации EDC, это Export Development of Canada, конечно, они нам очень сильно помогают, и нас, получается, состыковывают с разными официальными дилерами, которые по системе свапа уже нам предлагают эти машины, юзанные уже машины, получается, перед тем, как вообще когда-либо это появляется в рекламе. Поэтому, как правило, мы машины выкупаем у таких дилеров, либо для себя имя, для своего автосалона, либо мы их закупаем с аукционов, тот же Манхейм, Одесса, но это намного реже уже в последнее время стало, поэтому мы больше сотрудничаем с дилерами, с официальными, я имею в виду, дилерами. Собственно говоря, когда машины попадают в автосалон, то есть мы что делаем? Любая машина, которая к нам попадает, мы делаем полностью инспекцию технического состояния и оцениваем это техническое состояние вообще, что, как, что. Бывают там тормоза, скажем так, подубиты уже, диски надо менять, колодки. Мы на это не скупимся, мы сразу это все покупаем новое, в оригинале причем, то есть нам программа, вот эта вот, скажем так, программа, вот тут вот видите, такая штучка у меня идет на компьютере, то есть я прямо заказываю, могу даже показать, мне несложно это сделать, это поставщик, компания очень крупная Worldpack, она в Канаде существует, вот они нам доставляют все запчасти в наш автосалон, но дальше мы везем это все механикам, вот, и там те же масла, все, вот это вот, видите, все, что, скажем так, ну, давайте так, history, да, допустим, давайте так, вот, допустим, thorac, и я выбираю любую абсолютно запчасть, которая меня интересует, видите, вот целый-целый-целый список запчастей, и причем все эти запчасти, которые, ну, допустим, тормоза, там, еще что-то, еще, ну, тут все, тут масла, фильтра, то есть мы выбираем, и нам это доставляют в автосалон прямо, на следующий же день, или там в течение дня, три раза в день привозят, ну, соответственно, мы машину уже, эти все запчасти отвозим в механику, механик меняет, в обязательном порядке меняет масло, масло моторное, это обязательно, новое масло, чисто синтетическое, хорошее, очень качественное, либо это Liqui Moly, немецкое масло, либо это Motul, французское масло, значит, топливный фильтр, когда меняем, когда не меняем, это уже в зависимости, это уже, уже в принципе по, скажем так, в просьбе клиента иногда бывает, меняем, клиент сам уже доплачивает за это деньги, но воздушный фильтр мы меняем обязательно, и масляный фильтр меняем обязательно, и тормозные колодки с дисками мы тоже меняем обязательно, если еще какие-то наши механики обнаруживают, ну, мало ли, какие-то кизяки, что-то бывает, тоже это все в оригинале покупаем, значит, и ставим. Значит, компания Worldpack, она продает практически все эти оригинальные запчасти только в их коробках. То есть, ну, оригинал оригиналом, натуральный от производителя это все. Так, теперь смотрите, все эти машины, которые у нас, мы готовим и по технической части, чтобы они были идеальны, чтобы вы получили свою машину и не могли никогда нам сказать, что машина плохая. Значит, конечно, это бэушная машина, она в любом случае может в каком-то, на каком-то этапе преподнести какой-то сюрприз, потому что это, ну, не новая, естественно, машина. Любое, там, железка может поломаться, но когда мы вам ее выдаем, она в идеальном техническом состоянии. То есть, теперь дальше. Потом в автосалоне у нас, именно у нас в автосалоне уже готовится вся эстетика. То есть, это все дитейлинг, это все полностью химчистка, шикарнейшая химчистка салона. Значит, устранение любых каких-либо кизяков, которые есть по салону, устраняем. Мы работаем с разными компаниями. Даже если что-то не так по салону, у нас есть различные, скажем так, организации, фирмы, компании, которые занимаются ремонтом даже, если надо что-то там починить. Я имею в виду, там, кожа где-то порвана. Это все у нас поставщики и сервисы в сети есть, которые приезжают к нам в автосалон и с нами сотрудничают. Значит, потом дальше. Внешняя полировка, все вот это вот. Это тоже мы делаем так, чтобы они, эти машины, стали как новыми. То есть, чтобы машина была в идеальном состоянии. То есть, вот, собственно говоря, вот по всем вот этим вот критериям, мы даваем машину, в принципе. Да, еще самое главное, это, в принципе, колеса, да. То есть, мы резину покупаем brand new, абсолютно новую резину. Ну, согласно того сезона, в котором мы вам продаем автомобиль. Либо это, это лето, это либо зима. Вот, либо вообще два комплекта резины можем укомплектовать сразу. Ну, вот опять-таки, согласовываем с клиентами. Но, когда человек покупает автомобиль у нас в автосалоне, он ничего не должен вообще инвестировать. Машина будет идеальная, понимаете. То есть, вот просто вот взял и поехал, и не имеешь никаких, как говорится, нюансов. Теперь смотрите по всем машинам, которые у нас продаются. По каждой машине нажимаете вот на автомобиль, и вы сможете увидеть по каждой машине, ну, так, скажем так, самый минимум 150 фотографий, но, наверное, максимум это где-то фотографий 300 по каждой машине. То есть, во всех деталях, все-все-все нюансы сможете посмотреть, разглядеть. Естественно, описание машины. Естественно, ее Carfax автомобиля. То есть, нажав на который, вы сможете увидеть всю историю по машине. Значит, и, естественно, описание цены. Для какой страны мы предлагаем автомобиль. Либо там Украина, либо Грузия, Молдова. Видите, Германия, Литва, Румыния, Польша, Болгария, Испания, Италия, Португалия. Для рынка США, для рынка Канады. То есть, мы для всех рынков даем разные цены. В зависимости, у кого какие там, скажем так, себестоимость автомобиля. Ну, то есть, вы это все можете посмотреть вот здесь. Ну, и, соответственно, описание, что мы, что, к чему, к автомобилю даем, к каждому автомобилю и так далее. И фотографии, куча фотографий. То есть, вы можете даже без всякого видео на нашем YouTube-канале, вы можете посмотреть любой автомобиль, который у нас в наличии, ну, фактически под лупой, да, вот так изучить каждый автомобиль. То есть, мы настолько все-все очень педантично относимся к этому вопросу, к фотографиям и ко всем-всем-всем нюансам. То есть, чтобы человек понимал, какую машину он себе покупает. Теперь смотрите еще. Машины, которые у нас в наличии, мы сразу пишем, когда автомобиль продан. И машина, которая у нас в наличии, она выходит, как правило, намного раньше, чем кино по машине. Или вообще она может выйти только на наш сайт в рубрику «Авто в наличии». И кино по этой машине может вообще не выйти на YouTube-канал. Потому что, скажем так, честно, скажем, физически не хватает времени на все это. Вот честно, без всяких там, скажем так, преувеличений. Поэтому мы стараемся, конечно, снимать фильмы, стараемся показать. Ну, простите, по возможности уже. Но фотографии, естественно, в базу данных мы добавляем на наш сайт. Заходите, смотрите. То есть, по каждой машине все-все в деталях написано. И теперь смотрите. По каждой машине, которая продана, написано сразу. Автомобиль продан и какого числа он продан. То есть, чтобы это сразу было понятно, что это не какая-то устаревшая информация. Все, машина продана. Ее нет. Соответственно, комментарии и так далее писать по машине уже излишне. Потому что ее нет. Все, она продана и ушла к своему новому хозяину. Вот, собственно говоря, вот так. И теперь давайте перейдем к следующей рубрике. Это «Как заказать». Причем, «Как заказать автомобиль из Канады» расписан очень-очень подробно. Вся процедура заказа. И вот здесь, где найти автомобиль в Канаде, указаны основные сайты, где вы можете себе поискать автомобиль. То есть, и от дилеров, и с аукционов, и на разные, как говорится, бюджеты, карманы. Что вы хотите, что вы предпочитаете. Хотите аварийную, пожалуйста. Вот эти два самых крупных ресурса. В Канаде это «Копорт» Канада и аукцион «Импакт Ауто» Канада. Это страховые аукционы по аварийным автомобилям. Собственно говоря, вот эти вот два ресурса, вы их, конечно, не сможете смотреть, это «Манхемия» и «Одесса», потому что там строго по паролям дилерским. Но вы сможете без проблем искать себе автомобиль на вот этих вот ресурсах «Автотрейдер.канада» и «Ки-жи-жи-аутос.канада». Это очень классные платформы. Они открыты, без всяких паролей. Вы сможете зайти, выбрать то, что вас интересует. И вы знаете, я хочу сказать, что иногда бывают очень хорошие цены на этих ресурсах. Вот этот пятый, шестой ресурс. Бывают даже цены интереснее, чем на аукционе «Манхемия» и «Одесса», потому что дилеры тоже по трейдинам принимают машины. И не все дилеры нам звонят, поймите правильно, BMW, Volkswagen. Звонят те, кому надо поскорее продать машины, еще какие-то там, допустим, обстоятельства. Либо вот этот Export Development of Canada нас порекомендовал. Но все-все-все тоже нас, дилеров очень много, на самом деле, по всей Канаде. И, естественно, все нас не могут физически знать. То есть, соответственно, вы можете здесь поискать машины и найти, допустим, то, что вас интересует. И сразу, скинув нам линк, ссылку, вы можете сказать, «Так, окей, пожалуйста, я хочу купить именно эту машину». И, причем, вот эту машину вы сможете посчитать на калькуляторе. Вот, допустим, давайте откроем какой-то, вот, автотрейдер откроем. И попробуем по всей Канаде посмотреть, предположим, какой-то автомобиль, который вам может понравиться. Ну, допустим, давайте, образно говорю, я знаю, там, предположим, давайте, что мы можем сказать. Давайте Audi, допустим, не знаю, там, что. Ну, Q5. Давайте Q5. Audi Q5, Montreal. И давайте, допустим, search, искать. Но мы, вот это вот, получается, автотрейдер. Возьмите, вот мы находимся в Монреале, возьмите дистанцию, можете поставить вообще по всей Канаде, потому что мы по всей Канаде доставляем. Выберите national, допустим, apply. И год, который вас интересует, допустим, там, с 2000, там, я знаю, там, 13-го года, да? Окей, нажимаете окей. И сделайте sort low to high, это цена. То есть с минимальной до максимальной. И смотрите вот здесь. То есть первая реклама проплаченная, вот эти вот, да? А потом идет уже реклама непроплаченной. И вот смотрите, какие иногда бывают обалденно классные варианты. Вот смотрите, вот в принципе, кто не брезгует пробегом, пожалуйста, 253 тысячи километров. Вот эта машина находится возле нас, по соседству, санустаж, это у нас автосалон там. То есть вот открываете эту машину, смотрите ее и посмотрите, какая она. Вот это дилер. И нам до этого дилера вообще рукой подать, потому что мы там находимся тоже вот в этом же городочке, санустаж. То есть это тут как раз в этом городочке аукцион Манхейм и аукцион Одесса. Вот посмотрите, Audi Q5. Супер шикарная цена. Да, может быть это не самый крутой пакет. Это обычная комплектация. Ну и что? Ну кожа, подогревы, тоже все-то есть. И вот смотрите, как вы можете рассчитать автомобиль до дома. Давайте вот просто образно скажу вам, так чтобы у вас был какой-то пример. И вы сможете, предположим, вот эту машину. Вот она цена. Видите, 8999. Заходите на наш сайт. В калькулятор. Вводите эту цифру 8999, стоимость машины. Выбираете, дилер продает. Почему? Это важно очень, потому что вам появляются дополнительные города и не берется, не учитывается аукционный сбор. Выбираете. Находится она в санустаж. Выберите этот санустаж, найдите списки. Бет, Санжан, бла-бла-бла. Где этот санустаж? Наша. Санустаж наш. Сам, ну. Не вижу. Давайте повнимательнее. Попробуем найти санустаж. Вот он, санустаж. Вот, выбрали санустаж. Выбираете порт. Предположим, мы давайте сегодня обзор будем делать для Украины. Украина рулит. Она бьет все рекорды по закупкам. Поэтому обзор делаем больше для Украины. Выбираете Одессу, порт Одессы. И нажимаете рассчитать. Видите, калькулятор автоматически каждый день считывает курсы валют с Форекса. Каждый день буквально считывает курсы валют с Форекса. И вы знаете, какой сегодня курс с отношением между канадским и американским долларом. Нажимаете рассчитать. И вам калькулятор дает цену до Одессы. То есть это ФОП Одессы. И дальше надо добавить портовые, брокерские там сборы. Все такое по этой машине. Вот и в итоге получится та цена, которую надо по этому автомобилю. Уже в Одессе вы забрали. То есть она, цена будет замечательная. Я вам сразу скажу. Обалденная. То есть, если вы не брезгуете пробегом. Вот, пожалуйста. Вот вам готовый вариант. Пожалуйста. Купили и поехали. Ну, это так. Это я как пример просто вам показал, как пользоваться сайтом. Но в реальности... А еще очень важно хотел сказать. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Тысячу раз, пожалуйста. Не обращайте внимания на private seller. Не покупаем у них мы машину. Мы с частниками не работаем. Там может быть супер заманушенная цена. Но частники, к сожалению, это куча-куча рисков. И мы не хотим так рисковать. Ни за вас, ни для вас, ни для себя тоже. Потому что машины могут быть и в залогах, и причем во всех банках сразу. И потом этот контейнер при погрузке в порту это арестует. И потом будет куча проблем. То есть, это никому не нужно. Поэтому смотрите только у дилеров, пожалуйста. С дилером мы работаем, а с частниками private seller. Пусть они себе продают дальше. Вот. С этим все понятно. С калькулятором тоже, в принципе, как пользоваться я объяснил. Ну и, собственно говоря, вот это и есть вся. Вот, скажем так, на примерах я вам показал, как пользоваться нашим сайтом. Потому что сайт, в принципе, простой, не загруженный. Нету кучи там рубрик всяких лишних, ненужных. Самое лучшее это, если какие-то вопросы появляются, а они всегда появляются. Вот. Нажали контакты. И позвоните нам. И все. И не стесняйтесь. И, пожалуйста. И вот вам тоже говорилка. И пишите. Хочу что-то. Машину. То это такой мотоцикл, лодку, еще что-то. И мы вам ответим. То есть, ответим быстро, сразу войдем на связь. Или звоните нам. То есть, это самый лучший вариант. Окей. Теперь переходим непосредственно к обзору. Ну, получается, в этом обзоре мы подготовили для вас целые автомобили с аукциона Manheim, Канада. Также с сайтов таких, как KGG Autos. Тоже известная платформа, открытая с такой же известной, открытой платформы, как Афа Трейдер. И битые машины в том числе. То есть, битые машины с, получается, аукционов Impact Auto. Это страховые аукционы. Очень страховые аукционы у самых известных. В Канаде, наверное, самые популярные. Ну, и Копрот, естественно. Ну, в общем, вот вы все видите на панели управления. У меня все для вас подготовлено. Давайте начнем с целых машин. Наверное, это будет интереснее. Хотя, не знаю, тут непонятно, кому что. Давайте вот с этой Subaru. Subaru будет продаваться на аукционе Manheim в Монреале 1 декабря 2020 года. Вот ее вин-код этой машины. Это все указано у нас на сайте. Вы можете зайти на наш сайт и нажать ссылочку. Вот отчет о состоянии. Открыть эту машину, посмотреть ее внимательно. Можно изучить во всей красе. У нее пробег. Пробег у нее 151 тысяча километров. Двигатель 2,5. Вот. Ну, и знаете как? Смотрите, какая интересная штука. Она в механике. То есть, это даже описано здесь. Видите, механика. Полноприводная машина, механика. Ну, смотрите, эконом не будет, понимаете. То есть, есть какой-то плюс от всего этого. Вот она как выглядит. Посмотрите на нее. Беленькая, красивая. Полноприводная электрорегулировка сидений. Здесь тоже, в принципе, не бомж пакет. Видите, вот подогревы сидений. Климат-контроль двухсторонний. То есть, в принципе, такая машинка интересная. То есть, вот. Ну, давайте, наверное, всех будет интересовать цена. Правильно? То есть, смотрите. Даже полочка багажника и коврик. Обалдеть. То есть, она такая, как бы, как минимум комплектованная. Все коврики в салоне тоже. Продает ее вот этот продавец Tesla Motors Canada. Видите? То есть, она досталась им по обмену. И они сразу вытащили ее в продажу. На аукцион Манхейм. Ну, давайте так. По цене. Что она может быть по цене? Мы так полагаем, что эта машина полностью под ключ. Уже со всеми-всеми расходами. В Украине получится где-то примерно, ну, скажем так. От... Дело в том, что здесь не дается прогноз цены. Видите? Поэтому нам приходится самим уже прогнозировать. От 16.900 до 18.900 долларов США. Она будет уже в Украине со всеми расходами, заворотами шлагбаума под ключ, растаможенная с портовыми и брокерскими сборами. Ну, то есть, вот такая интересная конфетка. Отчет о состоянии вы сможете открыть и посмотреть на нашем сайте. Зайти на canadacars.biz. И этот обзор найдете, находите его описание. И вот все-все эти лоты, все вот эти вот больше 30 лотов, которые мы для вас подобрали, вы сможете их на компьютере внимательно рассмотреть самостоятельно. Так, окей, идем дальше. Что у нас там еще? На самом деле у нас много лотов, поэтому давайте в темпе вальса пойдем. Значит, вот этот вот Jeep Grand Cherokee Grand Cherokee. Это Small Cherokee. То есть, вот получается 2014 год, полноприводная машина. Тоже версия, видите, North Edition. И вот ее вин-код. 144 тысячи пробег у нее. Тоже продает Tesla Motors Canada. То есть, ну, тоже по обмену досталось им. Продается в Монреале. Ну, Теслу в Монреале вы видели, дилера. Это мы даже заказались нашей компанией дилерской. Мы даже для себя заказали Tesla Cybertruck. Мы заплатили даже деньги за это, внесли задаток, чтобы Айлон Маск для нас сделал первый Tesla Cybertruck. Поэтому вы видели наш дилер-шип в Монреале Tesla. Он один-единственный. И вот им досталась вот эта вот машина Jeep Cherokee. Значит, что? Двигатель 2.4. Четырехцилиндровый. Естественно, автомат у этой машины. Давайте я покажу вам. Ну, в принципе, почему, естественно. Иногда будет и механика. Достаточно аккуратненькая такая. Ну, видите, они показывают все коцки. Значит, у нее 3.6 балла состояния из пяти возможных. Соответственно, что я могу сказать? Значит, по цене вот такой вот именно автомобиль, да, ну, скажем так, со всеми уже расходами, да, в Украине, мы так, опять-таки, мы полагаем, потому что все-таки, знаете, то, что прогноз цены тут не присутствует, мы можем только прогнозировать самостоятельно. Значит, в принципе, где-то 11900, примерно, вот 11900, вот эта машина может быть уже долларов США, я хочу сказать, пардон. 11900 долларов США, она может быть за воротами порта Одессы, уже растаможенная со всеми расходами, там, портовыми, брокерскими, со всеми-всеми делами. Поэтому, вот, если она вас интересует, она продается у нас в Монреале, причем она продается тоже 1 декабря, на следующей неделе, это во вторник будет. Поэтому, как говорится, быстрее двигайтесь, быстрее соображайте, и если хотите ее купить, обращайтесь к нам заранее. Мы ее для вас забронируем и для вас будем покупать. Идем дальше, смотрим, что еще мы подготовили. Так, следующий лот, это Hyundai Santa Fe, 16-й год, тоже полноприводная машина, 143 тысячи километров пробег, продается тоже у нас на Монхеме в Монреале. Значит, двигатель у нее 2.0, 2.0 бензиновый мотор, очень, кстати, мощный, очень супер шустрый. И 16-й год, в принципе, шустрый, не старая прям машина. Вин-код есть, отчет о состоянии есть, 4.1 балла состояния, чтобы вы поняли, это хорошее состояние. Но, сравнить 4.1 балла, или 5 даже баллов, я хочу сказать, с Монхем, и сравнить машины с нашего автосалона, который мы продаем, у нас, наверное, будет 7 баллов. Конечно, шутка, но на самом деле у нас будет балл выше, потому что они, скажем так, все машины, которые тут продаются, они не отполированы. Да, химчистка сделана, но полировки, вот видите, химчистка, вы сами видите, такая. В Канаде особенно, да, в принципе, вообще, в Канаде особо с этим не заморачиваются. А мы заморачиваемся, поэтому, как говорится, поэтому у нас машины, то, что в наличии, они просто супер-бупер. Теперь вот по этому Hyundai. Представляю, что вот этот Hyundai 2016 года, ну, понятно, что вы можете рассмотреть ее отчет о состоянии, нажав на вот эту вот ссылочку там на нашем сайте, опять-таки, на canadacars.biz вы эту машину найдете. Вот, и все-все ее, там, сколы, царапинки, видите, на капоте, там они пишут, там, чипсы какие-то, вот эти вот сколы, да, от камней. Потом легкая царапина на передней правой двери. Ну, в общем, то есть вот такие все вещи мы, вот почему у нас нет всех этих автосалоний? Потому что мы это все там отполировываем, все это выводим до идеала, до блеска, до шика. Они с этим не хотят возиться вообще. Здесь какая-то вот царапины какие-то тоже, видите. В общем, все, я к чему-то все говорю. В принципе, в Украине это все легко делается, потому что там очень много толково-грамотных специалистов, которые сделают химчистку, полировку классную. И она будет у вас вообще там, ну, сиять и блестеть. А поэтому все эти царапинки, не обращайте на них внимания, это все удаляется. Значит, описание машины имеется. Вы можете, опять-таки, в нашем сайте кликнуть вот этот отчет о состоянии, посмотреть его. Теперь, что она получится под ключ со всеми расходами. То есть вот этот Hyundai Santa Fe, полноприводный, 2016 года с двигателем 2.0, вот эта комплектация премиум. Мы, ну, опять нету прогноза цены, видите, поэтому мы прогнозируем, что она будет в Украине, в Одессе со всеми расходами, стоит где-то 15-900 долларов. В США подключат растаможенные с портовыми брокерскими сборами. Ну, может быть, чуть дороже. Но, опять-таки, покажет сам аукцион. Переходим дальше, к следующему локу. Следующее, это Mitsubishi Outlander. Тоже продается 1 декабря на аукционе Manheim Montreal у нас здесь. Значит, машина 2016 года, полноприводная. Но обратите внимание, что она V6. То есть не V4, а V6. Это двигатель 3.0, коробка автомат, не вариатор. Значит, и что вам хочу сказать? Машина очень интересная. Даже вот у нас то, что были когда-то в наличии такие же машины, мы вот проехали сами, тест-драйвы сделали. Вполне приличный автомобиль. И он такой бюджетный джип. Настоящий хороший джипчик. Вот, и экономичный при этом. Это вот 7-местная машина. То есть с моторами, как правило, там 2.4, они идут 5-местные. А с моторами 3.0, они все идут 7-местные. Ну, все кодки, все это указано. По этой машине у нее пробег 141 тысячи километров. Вот у нее отчет о состоянии. На нашем сайте вы сможете нажать, посмотреть, найти. Ну, и самостоятельно оценить, если вам подходит такая машина или нет. Опять нет прогноза цены, видите, вот здесь ММР. То есть они обычно должны хотя бы нам какой-то ориентир дать дилерам на Манхейме, но здесь нет никакого ориентира. Поэтому мы примерно, исходя, скажем так, из того, что вот наш опыт, мы знаем, такая машина будет стоить где-то, скажем так, от 15,5 до 16,5 долларов США под ключ в Украину, в Одессу уже вот за воротами порта, отрастаможенный автомобиль будет с учетом, там, портовых брокерских сборов. Вот так. Окей, бежим дальше. Так, следующая машина у нас Subaru Outback, но 6-цилиндровый, limited комплектация. Это самая дорогая комплектация. То есть 6 цилиндров, 3,6 мотор. Ну, понятно, что растаможка будет дорогая, но в итоге, ну, кому-то нравятся и такие машины. Поэтому давайте попробуем понять, что она выйдет. То есть, давайте посмотрим. Кожаный салон. Интерьер, конечно, шикарный у нее. Ну, и полный привод, и все такое. Это очень, самое считается, надежная машина по своим характеристикам, проходимая самая. Ну что, теперь касательно цены. То есть, все зависит от того, за сколько она пойдет на торгах. Но мы так полагаем, что опять нет, видите, отчета, прогноза цены никакого. То есть, на других машинах, вот здесь, вот следующие машины, которые пойдут, там будут некоторые прогнозы цен. Поэтому, исходя из того, что вот мы примерно понимаем, сколько они, за сколько они могут уходить, то эта машина примерно будет стоить от 18 до 20 тысяч долларов США за воротами порта Одессы. Растаможенная, там, с портовыми брокерскими сборами. Вот. Продается тоже 1 декабря в городе Монреаль, в Торон... Пардон, в Монхеме. Идем дальше. Так, следующая. Вот следующая. Такая интересная вишенка, да. То есть, это машина Mercedes-Benz GLE. 350-й дизельный. Это Blu-Tec. 2016-го года. То есть, это интересный вариант. Видите, обвес интересный у нее. Причем, обвес у нее AMG. То есть, это не хухры-мухры. Видите, там, все вот эти вот штучки. Вот. И есть прогноз цены. То есть, я не знаю, насколько это все будет соответствовать, прогнозу цены, да, на аукционе. Но, теоретически, должно соответствовать. Продается она 1 декабря в Торонто тоже, на аукционе Монхем. Вот вам тоже пробег. 140 тысяч километров. Очень небольшой пробег. Цвет темно-синий. Ну, 3.0. Реальный двигатель 3.0. И что? Отчет о состоянии. Вот он есть тоже. 2.8 балла. Вы его можете посмотреть на нашем сайте. Зайти. Давайте поглядим фотографии, как он там. Ну, грязненько внутри. Понятно, что, как большинство канадских машин, имеется в виду, что на аукционах их сильно не готовят. Нормально, видите, как прямо кусок пампера, видимо, там помяли или треснул, закрыли какой-то изолентой. Молодцы. Два ключа. Два ключа. Ну, вот показываю, что тут они сделали. Даже фонарь, видите, треснутый. То есть, немножко задели ее где-то. Вот эта планочка тоже отошла в сторону. Ну, что бывает, бывает такое. В общем, исходя из этого, что может быть по прогнозу по цене на эту машину? То есть, мы так полагаем, что эта машина может стоить, ну, исходя из этого прогноза, что нам дали на Манхеме, где-то 35-36 тысяч долларов, она будет стоить под ключ уже в Украине со всеми абсолютно расходами, с растаможкой, там, с портовыми брокерскими сборами. Хорошо, идем дальше. Следующий лот у нас Ford Escape 2017 года. Четырехцилиндровый двигатель. Продается он тоже первого числа. На Манхеме в Монреале. Двигатель 1.5 турбированный. Ну, то есть, он мало очень кушает. Очень такой шустренький двигатель у этой машины. То есть, в принципе, хороший автомобиль. Вот. 130 тысяч пробег. И смотрите, самое интересное, что 4 балла состояния. То есть, это очень классное состояние машины. Белый и пушистый. Вот она, какая-то машина. Ну, черный салон. Красивый контраст. Белая с черным. То есть, она интересно смотрится. Все царапинки тут показывают. Вот в отчете о состоянии вы сможете зайти на наш сайт kanadacards.biz и открыть, посмотреть. Прямо ссылочку нажать. У вас откроется отчет о состоянии в этой машине. Значит, что продается она опять 1 декабря. Что она будет подключена? То есть, у нас есть прогноз цены, как вы видите, вот. Прогноз цены, естественно, это в канадских долларах. И подключ в Украине со всеми абсолютно расходами. С растаможкой, там, с портовыми, брокерскими сборами. Она примерно получится, скажем так, 13 600, исходя из этого прогноза. Но, возможно, она будет дешевле. Возможно, она будет чуть-чуть дороже. Ну, вот ориентир 13 600 долларов США. Она будет в Украине со всеми-всеми расходами. Идем дальше. Так, следующее. У нас мы подготовили для вас Mazda CX-9 полнопривода 2017 года Grand Touring. Комплектация неплохая, даже очень неплохая, видите. Сейчас я вам покажу ее. Скажем так, даже очень, может, хорошая. Продается она тоже у нас в Монреале на аукционе Monheim 1 декабря. Отчет о состоянии показывает на нее 4,4 балла. Это очень крутое состояние. 101 тысяча километров пробега и двигатель 2,5 всего лишь. Такой классный моторчик. Так, давайте я вам ее покажу, наверное, по кругу. Это большой автомобиль. Очень комфортабельный. Вот, и современные новые тенденции, что говорить. Семи-местные. Вот, так, сейчас. Теперь что нам будет по деньгам? По деньгам она примерно получится уже в Украине со всеми расходами. Опять у нас нет прогноза цены. И, как вы видите, здесь опять нам придется что-то, как говорится, самим домысливать. То есть она получается где-то примерно 23 900 долларов США. Вот. В Украине. Это по нашим прогнозам. Возможно, будет дешевле. Возможно, будет дороже. Сложно сказать. Но надо будет посмотреть на аукционе. Возможно, есть шанс ее классно выиграть за хорошие деньги. Продает опять ее Tesla Motors, видите. Tesla Motors Canada. Так, ну что, идем дальше. Следующий мы для вас подготовили такие необычные сегодня варианты. То есть, ну, а то обычная Volkswagen Audi. А то кому-то, видите, там написали в комментариях. Много часто писали, что давайте еще другой еще. Не только Volkswagen Audi есть. Окей, пожалуйста. Вот мы вам подготовили не только Volkswagen Audi, но и Cadillac даже. Вот видите, то есть Cadillac 2017 года. XT5. Получается вот лакшери комплектация. Продается на аукционе Манхейм в Торонто, в Онтарио. Первого числа. Вот. Продает ее General Motors Financial Canada. Значит, вот ее вин-код. 100 тысяч километров пробег. И двигатель у нее 3.6. То есть, 6-цилиндровый двигатель. 3.6. Вот она какая. Интересная, необычная. Вот. Ну, Cadillac и всегда отличались своей изысканностью в салоне. Шиком, скажем так, да. Машина реально шикарная. Красивая. Вон черный потолок, панорамка. Ну, за это они и берут деньги, конечно. Поэтому, что говорить, кто пользуется Cadillac, тот, в принципе, считается, как пользуется какой-то, я не знаю, там, ну, люксовой машиной, Mercedes, там, что-то еще такое, да. Так вот. Давайте так. При учете того, что мотор большой очень. И я имею в виду объем двигателя 3.6. Все-таки это не маленький объем двигателя. И он влияет, конечно, на растаможку. Прогноз цены есть у нас, видите. Исходя из этого прогноза, примерно мы посчитали, сколько она будет стоить в Украине со всеми расходами под ключ за воротами порта, там, с растаможкой, портовыми брокерскими сборами. Она будет где-то 29.600 долларов США. Вот эта вот машина растаможенная со всеми делами. Отчет о состоянии у нее есть. Вы можете зайти 4.5 балла. Это, ну, как бы, крутое состояние, на самом деле. Carfax и тоже все. Это тоже вот Манхейм предоставляет. Пожалуйста, Carfax можно будет посмотреть. Но если кого-то что-то интересует. Окей. Идем дальше к следующей машине. Следующая машина будет очень необычная. Я вам обещаю. Ну, а вот именно та самая необычная машина, за которую я вам говорил. То есть, это Jeep Wrangler Rubicon. Ну, то есть, 2016 год. Я, если честно, не очень понимаю, почему они стоят таких сумасшедших денег постоянно. И они в очень жуткой моде у нас в Канаде. И я так понимаю, что во всем мире. И в США, и в Канаде, и в других странах. У нас по соседству нашего автосалона есть дилерская. Ребята сами из Лебанона. То есть, они из Бейрута. И, в принципе, тоже они отправляют много машин именно в Лебанон на экспорт. В Ливан. Вот. И вот это очень, ну, одна из самых популярных машин в Ливане. Вот это вот именно в Бейруте. То есть, с этой машиной просто обалдеет очень многим. Ну, скажем так. Это, естественно, на любителя. Но аппарат такой своеобразный. То есть, продается тоже 1 декабря 2020 года на аукционе Манхейм Торонто. Вот этот вот Jeep Wrangler Rubicon. Пробег всего 96 тысяч километров. Видите, продает Ontario Premium Motors. Вот ее вин-код. 3.6 у нее двигатель. Коробка manual механика. Представляете? И вот такой прогноз цены ММР. 36.200 прогноз цены канадских долларов. Посмотрите на это чудо природы. Даже, как сказать, ну, чувства такие, какие-то очень двоякие, да? То есть, хочешь сказать, вау. И с другой стороны, у меня вот эта вот цена тоже, вот тут, я не понимаю, почему так дорого. Даже не понимаю, что это такое, вообще. Ну, колесо, колеса, видите, какие у них, какая резина такая, all-terrain. То есть, вы можете забуриться даже в болото какие-то и без проблем оттуда вылезти. Ну, наверное, она все-таки больше для этих, по этой части, чтобы покататься все-таки по бездорожью такому, что даже пешком не пройдешь, наверное. Так, ну что, что вот такая вот красавица Rubicon Jeep Wrangler 2016 года с аукционом Unheim Toronto. Что он может получиться в Украине с растаможки, со всеми делами, вот с чистым Carfax. Видите, у нее Carfax дается сразу. Ну, такая машина под ключ, ну, не пугайся, под ключ в Украине, она будет стоить 43 600 долларов США, исходя из этого прогноза цены. Ну, то есть, еще раз хочу сказать, что машина, конечно, на любителя, и, видимо, свои цели есть у покупателя, покупая такую машину. Но мы вам ее показали, я думаю, что вам будет интересно. То есть, вы можете зайти на нашем сайте canadacards.biz на вот этот отчет о состоянии, нажать и посмотреть. Окей, идем дальше, посмотрим, что еще есть. Так, следующее, мы вам подготовили вот этот вот мини Countryman, полный привод, 2015 года, с пробегом всего 92 тысячи километров. Тоже продает Tesla Motors, и продается она в Monheim, в Monreal, 1 декабря. Вот ее вин-код, двигатель всего 1,6, коробка автомат, вот, ну, давайте я вам покажу ее. 4,3 балла состояния, но она такая интересная, очень интересная машина. Вот такая интересная. Багажник, конечно, не очень большой. Но у нее 4,3 балла, это очень хорошее состояние, вот, в принципе, если кому-то нравится, обращайтесь, она 1 декабря продается. Итак, под ключ эта машина в Украине со всеми расходами уже будет, исходя из этого прогноза цены, который нам дает аукцион, где-то 14 900 долларов США, она будет уже под ключ в Украине, растаможенная со всеми-всеми расходами, там, с портовыми брокерскими сборами. Мне нравится всегда на Куперах вот этот вот разноцветный. Кстати, по-моему, они одни из первых вот это вот начали производить. Крыша одного цвета, машина другого, зеркало третьего, ну, только как крыша, то есть, а потом уже некоторые производители стали повторять это. Ну, по крайней мере, некоторые производители вот это на новых Toyota RAV4, они стали повторять, да, в частности, вот, белая машина, черная крыша, там, какие-то вставки черные, еще что-то. Вот, и, по-моему, FG Cruiser тоже так делает. А, наверное, FG Cruiser все-таки был, Toyota FG Cruiser был первый, скорее всего, первее, чем он в этой машине. По затее, по своей задумке. Ну, окей, с этой машиной все понятно. Если хотите ее купить, 1 декабря 2020 года она продается. Идем дальше. Так, следующий Rubicon. Даже это не Rubicon, а Jeep Wrangler Sport. Он коротенький, маленький, 2017 года. Тоже есть прогноз цены, вот видите, вот такая. Наверное, все-таки это машина для конкретнейшего бездорожья. Механика тоже, видите. Так. Ну, для пассажиров, большого количества числа пассажиров не в месяц, а в эту машину, но все равно. Так, 85 тысяч километров пробег. Тоже 3,6 мотор. Видите, коробка механика. Вот ее вин-код. Продается в Торонто. Манхейм Торонто. Причем та же компания продает. Ontario Premium Motors. Ну, отчет о состоянии есть. Вы сможете нажать на него, посмотреть на нашем сайте. И вот этот, что вам сказать, этот вот богатырь маленький. Он будет в Украине со всеми расходами стоить 31 900 долларов США. Вот. То есть, вот такой красавчик 2017 года. Ну, вот. То есть, как бы... Обратите внимание. Может, кому-то понравится. Кто-то захочет такую приобрести. Хорошо. Манхейм скоро заканчивается. И потом переходим на аварийку. Идем дальше. Следующий вариант. Это тоже Cadillac. Видите, как изысканные машины. Такие подобрали. Cadillac 2016 года. Cadillac ATS. Полноприводный. Продается он тоже 1 декабря. На аукционе Манхейм Торонто. Продает его General Motors Financial. То есть, это... Не какой-то дилер. Оригинал-орригинал продает General Motors. Вот ее вин-код. Двигатель у нее 2.0. То есть, пробег всего лишь 84 тысячи километров. Это очень мало для нее. Ну вот, давайте покажем вам. 2.7 балла состояния. Вы можете тоже зайти на наш слайд и нажать на смотреть, что там такое, как, что не так. Теперь, что касательно цены. То есть, она под ключ в Украине. У нас же вот есть прогноз цены. Видите? Исходя из этого прогноза цены, мы просто по калькулятору на нашем сайте считаем и добавляем таможенные платежи в Украине. Портовые брокерские сборы. Так вот, полностью под ключ со всеми абсолютно расходами. Она получается в Украине уже за воротом импорта растаможенная 21.600 долларов США. То есть, вот 1 декабря тоже продается в Торонто. Поэтому смотрите, если что. Это вторник у нас. Решайте побыстрее. До вторника есть время еще. Вот. И мы готовы для вас приобрести такой автомобиль. Идем дальше. Так, следующее. Это Dodge Journey. Вот комплектация SE+. Причем она продается по системе Buy Now. Видите? Вот такая вот система. То есть, мы как дилера заходим, получается, на аукцион Манхейм, нажимаем кнопочку и покупаем ее. Вот цена Buy Now 11 тысяч канадских долларов. Машина 2016 года. То есть, это совсем не старая. Машина очень такая свеженькая. Carfax и все-то есть по ней. И пробег. 72 тысячи километров. Ну, то есть, небольшой очень пробег, конечно. 3,2 балла состояния. Причем ее посмотреть вы можете, нажав там на нашем сайте, вот эту вот ссылочку. И свободно посмотреть, изучить эту машину. Вот она такая в салоне. В общем, смотрите. Что она получается под ключ со всеми расходами в Украине? То есть, опять-таки, исходя из этой цены, что нам дал аукцион, ну, имеется в виду, что за сколько ее купить. Вот 11. Она получается в Украине уже 16 тысяч долларов в США. То есть, 15999, скажем так, да? 16 тысяч долларов в США под ключ. Это растаможенная машина с оплатой портовых и брокерских сборов. Вот так. Ну, ладно, идем дальше. Вот остались всего лишь два лота аукционного анхима и одна машина от дилера. Так, окей. Следующая машина у нас это Lincoln MKC. Вот так он правильно произносится. Полный привод. 2017 год. И 400-м мотор 2.0. Вот у нее вин-код ее. Продает его лизинговая компания. Пробег всего 71 тысяча километров. Вот есть прогноз цены. Тоже, исходя из него, мы посчитали цену итоговую. И Condition Report отчет о состоянии. У нее состояние 4-3 балла. Это крутое состояние. Из пяти возможных. То есть, это очень хорошее состояние машины. Ох, какая интересная машина внутри. Я даже никогда не видел. У нее подсветка такая синенькая. Что она получится по цене за воротами порта со всеми расходами в Украине? То есть, в Украине она может получиться уже со всеми абсолютно сходами, исходя из этого прогноза цены, 26,5 тысяч долларов в США. Растаможенная машина с портовыми и брокерскими сборами. То есть, вам ее придется только поставить на учет. Так, и последняя машина у нас с Манхейма. Это Honda Pilot. Самый-самый дорогой комплектации. Туринг. Машина с очень маленьким пробегом 61 тысяча километров. И 2018 года. Кстати, в Монреале, в Канаде, это одна из угоняемых машин, которые в списке полиции, которые по угонам. Это вот Honda CR-V, вот это вот пилот еще там. Lexus RX, Acura MDX, кстати, тоже. С 2017 года и на VIA. Ну, и там еще куча других машин. Порды, там, пикапы всякие и так далее. В общем, ну вот у нее пробег всего 61 тысяча километров. Двигатель у нее 3.5. Точно такой же, как у Acura MDX, такой же и у этой машины. Вот ее вин-код. Продается она в Монреале у нас. На Манхейме. И тоже 1 декабря, во вторник. Вот. 3-4 балла состояния. Ну, хорошее состояние машины, в принципе. Тоже она 7-местная. Большой автомобиль. Высокий, кстати, потолок. Очень удобно сидеть сзади. Значит, что она получается под ключ со всеми расходами? То есть, под ключ она в Украине, уже будет за воротами порта, 34 900 долларов США. Примерно. Опять-таки, тут прогноза цены нету. Поэтому давайте, наверное, допуск возьмем. То есть, может быть, она будет 34, а может быть, она будет и 36. То есть, это зависит от того, как пойдут торги. Ну, если вам повезет, предположим, то вы ее купите дешево. А если нет, то ее можно оставить в покое или искать другую машину. Ну, окей. Давайте сейчас перейдем к дилерам. Про эту машину я вам сказал в самом начале, во вступлении. И хотел бы все-таки обратить внимание на эту машину. Интересный очень вариант. Это вот эта Audi Q5. Это самая низкая цена из всей, абсолютно всей Канады. Это у нас вот эта вот в Монреале машина. Прямо совсем недалеко от автосалона нашего. То есть, мы можем поехать ее и посмотреть у этого дилера KIA Auto. Вот их номер телефона. Вот. Собственно говоря, что? То есть, у нее только единственное, что зашкаливает пробег. 253 тысячи километров. Но это трассовый пробег. Какие проблемы? Думаю, что не вижу никаких проблем. Двигатель 2.0. 2013 год. Ну, посмотрите на нее. Да, комплектация такая, как бы, не самая богатая. Но все равно кожа у нее. Кожаный салон. Черная. Цвет подходит ей тоже очень. Видите, какая она? Да. Так, ну вот смотрите. Эта машина под ключ уже. Вот при учете, что за эти деньги ее можно купить. Вот приготовьте, услышите, цены. Обалдеть, честно. Под ключ в Украине со всеми расходами 13 800 долларов США. Это Audi Q5 2.0 бензин 2013 года. То есть цена суперская. Поэтому, как говорится, не хлопайте ушами. И поскорее, поскорее, поскорее нам звоните. И мы поедем эту машину проинспектируем и купим ее для вас. То есть вариант супер достойный. Ауди Q5. Кожа, все дела. 2013 год. Экономичная. 2.0 бензин. То есть она классная. Окей. С этой машиной понятно. И теперь давайте переходим к аварийным машинам. То есть, в принципе, мы для вас, получается, подготовили кое-какие аварийные машины на аукционе, не на аукционе, а на дилерской площадке Kijiji Autos у дилеров, которые занимаются аварийными машинами. То есть мы вам раньше говорили про это. Ну и давайте сейчас посмотрим, что за дилерские машины есть. То есть, получается, вот. Давайте с этой, наверное, начнем. Вот так. Итак. Вот это вот Ford Fusion. Ford Fusion 2020 года. Продает ее вот этот вот дилер Filmer Auto. Filmer Auto Sales. Вот. Ну, видите, машина-то не пострадавшая так сильно. Какая-то авария была, что-то там было. Вот. И так. Продается она в городе. Так, вот этот город, где он находится. Секундочку, я вам сейчас скажу. Дилер. Так, вот он, город Деберт. В Новоскоши. Ну, вот телефон, конечно, дилера. Теперь, что... У них есть, вот видите, в наличии 29 машин различных. Вот. И что под ключ? Эта машина получается вот эта гибридная комплектация. Причем самая дорогая, Titanium. Со всеми-всеми расходами. Она уже будет в Украине. За воротами порта. 21 тысячу долларов в США. То есть, это машина 2020 года. Самая-самая новая модель. То есть, вполне классная цена для гибридной машины. То есть, если вас что-то интересует, по ней, естественно, мы позвоним дилеру, уточним все вопросы. И для вас все, как говорится, подготовим к покупке для этой машины. Окей. Идем, давайте посмотрим, что еще есть в этом отделе. Потому что мы еще одну машину не подобрали. Это у Honda CR-V. Вот она. То есть, вот это Honda CR-V. 2019 год. Полный привод. Значит, машина с каким пробегом? 16 тысяч километров всего лишь пробег у нее. Поглядим. По запчастям мы сможем полностью вас укомплектовать. Потому что у нас мы работаем с поставщиками и по Тайваню, в том числе. По Тайваню по морде все есть у нее. Посмотрите, очень важный момент. Airbagи целые. Может быть, какой-то airbag бабахнул, но я вижу целые здесь airbag. По морде, значит, на эту машину. По Тайваню есть абсолютно все. И все стоит очень дешево. Реально, копеек стоит. Решетки эти есть. Вот эти вот ресничка там такая вот идет. Хромовая. Тоже есть. Бампер вообще копеечный. Тут вообще ничего не стоит. Все решеточки. Абсолютно все есть по этой машине. Поэтому, если вы соберетесь ее покупать, мы его сразу и комплектуем с запчастями. То есть, это без проблем. Причем мы по себестоимости вам сделаем эти запчасти. Цены очень хорошие. Очень хорошие на эти запчасти. Так, ну что. То есть, еще раз вот пройдемся по ней. Вы сможете еще раз найти, если вам так сказать, на нашем сайте, нажав на ссылочку, посмотрите внимательно. А теперь, что она может получиться под ключ в Украину со всеми расходами? То есть, она будет в Украине уже со всеми расходами 20 600 долларов. США. То есть, вот эта вот белая красавица 2019 года. Ну, у нее сзади тоже немножечко удары есть. Видите, обратите внимание. То есть, будьте внимательны, когда вы ее посмотрите, тоже. Окей. Хорошо. Переходим теперь к аукционам Impact Auto и Кобор в Канаде. Ну, смотрите, мы, получается, на аукционе Impact Auto. Продается Mazda CX-5 Touring и машина 2020 года. То есть, она, получается, продается по системе Buy Now. То есть, нет аукциона, а просто нажал кнопку и купил. Вот ее номер лота. Вин-код ее тоже. Это тоже вы можете найти на нашем сайте, нажав на ссылочку. И пробег всего 7000 километров. То есть, вот я вам покажу ее фотографии. Так, белый перламутр. Машина находится в Альберте. Вот. И при учете того, что мы нажимаем кнопочку и покупаем ее Buy Now, подключена будет в Украине уже со всеми расходами 22800 долларов США. Давайте посмотрим ее вот по вот этой интересной опции 360 градусов по кругу. А знаете, приятно. Вот я представляю, как вот этот фотограф с этой аппаратурой ходил по вот этой грязюке. То есть, вот мы фактически делаем то же самое. Повторяем за ним движение. Смотрим машину, но мы по грязи не шлепаем. А он шлепал. Нормально. Ну, смотрите, какое болото. Да, мы раньше, когда нас пускали, кстати, на аукционы Impact Auto, ну, я имею в виду вот здесь, в Монреале именно, да, потому что мы здесь всегда делали инспекции. Это вот все до коронавируса нас пускали без проблем. Каждую среду мы могли прийти, посмотреть. А в четверг в Монреале торги по машинам. И вот мы когда, вот в любое время года приходишь на этот Impact Auto, именно у нас в Монреале, я не знаю, как в других, но судя по вот этим фотографиям, в других бренчах не лучше. Вот такая вот, вот такая жижа постоянно была. Постоянно вот такая грязюка там, понимаете? Это Impact Auto. И ходишь, шлепаешь там по этой грязи. Это капец, конечно. Ну, есть как есть. Кстати, на Копорте такого не было. Там чуть-чуть более сухой асфальт какой-то. Не асфальт, а какая-то щебеночка там, что-то такое. Ну вот, в общем, вот вам повреждение. Вот такое повреждение. Дверь надо менять. Ну, сами вы уже поймете, что надо делать. Исходя из этих фотографий, информация на сайте официальном. Impact Auto. Вот, у нее люк есть, видите, панорамный. Ну, то есть такая машина, в принципе, интересная. А самое интересное, что все РБГи целы у нее. Итак, вот что вот это получается. Mazda получается 22800, да? Как я вам и сказал. Ну, вполне нормальная, хорошая цена для машины, которая, в принципе, новая. То есть это 2020 год. И комплектация хорошая, и всего 7000 км пробега. Хорошо, бежим дальше, посмотрим, что мы еще подготовили для вас. Так, следующий вариант мы вам подготовили. Toyota Camry. Тоже 2020 года. Вот ее номер лота. Но эта уже машина продается на аукционе. То есть просто аукцион. 1 декабря, во вторник. Вот. И, собственно говоря, вот эта вот красавица. С пробегом всего 3000 км. То есть совсем немного. Продается в Торонто, в городе Ошево. Ну что, вот давайте пройдемся, поглядим. Вот удар. То есть, да, давайте посмотрим фотографии. Ну, комментарии излишни, потому что каждый все понимает, сколько здесь примерно обходится ремонт, что надо делать. Вы все все-таки по аварийным машинам специалисты, большинство. Просто можете зайти на аукцион impactauto.ca, забить этот номер лота. Вот. 1-1-2-5-4-2-6-2. Вот. И вы найдете эту машину и посмотрите ее внимательно. Вот. Либо зайти на наш сайт и кликнуть на ссылочку тоже найдете ее. Так. Ну, что вам сказать по ней? Цена по этой машине примерно, ну, так как мы прогнозируем уже, исходя из нашей прогноза, где-то будет, ну, примерно 20-21 тысячи долларов в США за воротами порта, растаможенные, с портовыми брокерскими сборами. Вот. Примерно так. Так. Смотрим, что еще есть у нас. Ford Fusion, Titanium. Тоже гибрид. Видите, у нас они почти все гибриды уже пошли. Давайте поглядим. В Альберте продается она. У нее Hail Damage, то есть у нее град. Мы на нашем канале сделали тоже, сделаем видео. Мы для парня из Одессы покупали тоже. Ну, скажем так, мы много брали этих градовых машин. Ну, вот буквально сейчас свежий кейс на этой неделе. Мы ее получили. Тоже из Альберты. Значит, и получается, что это какой-то там Nissan Pathfinder был. Тоже побитая градом. То есть мы специально немножко показали вам, покажем на видео, как поподробнее, какие бывают вмятины, как и что. То есть, чтобы вы понимали. Вот. Но это тоже... Ну, опять-таки, как машина машине рознь, по-разному бывает... По-разному под град попадает в машину. Соответственно... Ну, посмотрите на нее. Она очень красивая, кстати. Белый цвет, вот панорамный люк, черный. Она очень интересно смотрится. Ну, и все-таки 20-й год. Совсем, совсем свежая машина. То есть, вот видите, заднее стекло разбитое. Собственно говоря, смотрите. Что она может по деньгам стоить? Полностью со всеми расходами в Украине с растаможкой, с портовыми брокерскими сборами она будет стоить примерно около 21 тысячи долларов США. Уже за ворот импорта растаможенная машина с учетом портовых и брокерских сборов. Ну, собственно говоря, это тоже хорошая цена для такого автомобиля, поэтому... О, вот он. Пожалуй, называется сохранить. Ну, в общем, понятно. С ней, с этим все понятно. Давайте переходим к следующей машине. Так, следующий вариант из нашей подборки это Honda CR-V 2019 года. Тоже на аукционе Impact. Она находится в Виннипеге, в штате, в провинции, Манитоба, Канада. Продается 2 декабря, в среду. Вот ее Вин-код. Значит, и номер лота тоже. Вы можете по этому номеру лота зайти на сайт и найти ее либо на наш сайт canadacars.biz, либо напрямую на аукцион Impact Auto. Вот он, адрес impactauto.ca. И найти эту машину там, забив вот этот номер лота, и вы посмотрите внимательно, что, как и что. Машина после угона. Значит, она не имеет ключей. Давайте ее поглядим. Хотя, кроме угона, у нее немножко удар какой-то сзади. Видите? Хотел обратить внимание, что все двигателя в Канаде, вот эти машины, комплектуются двигателями только 1,5. 2,4 нет, это не бывает. Это только для Соединенных Штатов Америки. Канада производит эти машины с моторами 2,4. Ну, со старыми этим моторами, потому что большие складские запасы от старых Honda CR-V по этим моторам, и, соответственно, их решили куда-то сбагрить. Вот, ну вот и сбагрили. Видите, в США. Значит, что? Вот это вот жалко, что нету 360 градусов, конечно, показал бы по кругу. Ну, видимо, в Виннипеге, в провинции Манитоба нет такого оборудования, чтобы показать 360 градусов. Значит, что примерно она может получиться по деньгам, эта машина? То есть, она уже со всеми расходами в Украине, она может быть 21 500 долларов США. То есть, ключей у нее нету, но ключ мы можем изготовить без всяких проблем. Когда она придет к нам на склад, вот, мы без вопросов сделаем этот ключ очень быстро. Поэтому не бойтесь, даже если без ключа ее купим, ключ сразу изготовим, эту машину заведем на складе, и даже сделаем вам тест-драйв, покажем, протестируем и скажем, что как, вот наши впечатления. Ну что, с Хондой закончено, идем дальше. Посмотрим, что еще есть. Так, у нас есть вот этот вот интересный Subaru Forester 2018 года. Вот информация по ней. Тоже продается там, тоже вот в этой же провинции, в Виннипеге. В провинции Манитоба, город Виннипег. Второго числа в среду. Вот ее вин-код, вся информация по ней тоже есть. Двигатель 2.5 у этой машины. Смотрите, тот же город, а здесь есть 360 градусов, а там нет. Удивительно, слышите. Удар сзади, видите, немножко она побита, совсем немножко, то есть это не... какой красавчик. Ага, вот видите, у нее и панорамная крыша. Вот, кстати, особенность Subaru, что у них очень-очень многих автомобилей есть панорамная крыша. Это очень круто. Вот такая вот штука. Ну что, получается, по деньгам вот эта машина растаможенная со всеми абсолютно расходами под ключ в Украине, исходя из нашего прогноза цены, она будет где-то примерно 17800 долларов США уже под ключ в Украине за воротами порта. То есть пробег-то у нее вообще никакой, 72 тысячи километров. То есть новая машина 2018 года. Вот, собственно говоря, такой вот интересный вариант. Не пропустите, 2 декабря продается. То есть это совсем-совсем скоро, это на следующей неделе в среду. Окей, у нас осталось еще получается 6 машин. Давайте посмотрим их в темпе вальса, что тут интересно еще осталось. Так, у нас следующая машина Acura MDX Elite Package. Elite Package это самый-самый-самый дорогой пакет, который только может быть. Это масса опций. я как-нибудь вам расскажу какие именно опции. И она реально отличается от многих машин, скажем так, этими опциями. И это сразу ее выделяет по многим характеристикам. Машина 2016 года. Продается она у нас в Монреале, в Кюбеке. Вот ее номер Lotto. Можете посмотреть на Impact Auto на сайте. Продается она 3 декабря, в четверг. Вот у нее левая сторона повреждена. Давайте посмотрим ее фотографии. Красивая машина. Очень интересная. Так, теперь давайте посмотрим ее по кругу. Ну, во-первых, у нее камеры 360, у нее спереди, сзади, по бокам парктроники спереди, сзади. То есть это как минимум то, что ее выделяет из машин с обычной комплектацией. Но она побита немножко. Видите, вот дверь надо менять, крыло может быть рихтовать, может менять, я не знаю. Airbag бахнули, вот это вот накладки тоже нет. Давайте в салоне глянем ее. Ну, то есть Airbag получается в сидении тоже бахнул, потолочный Airbag. С этой стороны тоже потолочный Airbag бахнул и в сидении. есть немножко поковыряться с ней, вот, но это все делается. Ключ смотрю один, или два, непонятно, или два, или один ключ. В общем, смотрите, ну, сложно сказать точно, сколько она получится по деньгам, но 3,5 мотор, все-таки растаможка немаленькая в Украине на эту машину. Поэтому мы можем сказать, что она получится под ключ со всеми расходами, я имею в виду заворотами порта, растаможенная, примерно от 23 до 25,5 долларов США. Скажем так, ну, примерно так вот этот прогноз. очень сильно повезет, она будет 23, если не повезет, ну, 26 она будет, тогда точно впишетесь. Ну, соответственно, вот ремонт. Окей, идем дальше. Так, следующая машина у нас GLE 350 Mercedes, это дизельная машина, ну, в принципе, точно такая же, как мы показывали с аукционом Манхейм, 2016 год, вот ее номер лота, продается на Вольберте, у нее с левой стороны авария произошла, удар, вот, ну, что, по пробегу 69 тысяч километров, небольшой пробег дизеляка. Сейчас я покажу вам ее так, я бы на фотографиях сначала. так, теперь покажу вам ее 360 градусов. Вот видите, замороженная вся бедненькая стоит уже в Альберте холода, и у нас уже как бы не жарко в Монреале. Вот она какая в салоне, панорамная крыша, черная причем. Вот такой гламурный аппарат, ну, походу все airbagи целые, ничего не бахнуло. так, и что, давайте посмотрим, как она там получается по деньгам. Ну, вот такая машина примерно вот так вот с учетом растаможки портовых всех расходов примерно 32 33 вот так вот тысячи долларов США, 32-33 тысячи долларов США, она примерно плюс-минус она получится с учетом всех расходов растаможкой под ключ, скажем так, с растаможкой с портовыми брокерскими сборами в Германии, в Германии, в Одессе, извиняюсь. Вот вполне хороший, нормальный, разумный вариант, если кто-то хочет с маленьким пробегом машину, не старую, дизельную, вот, пожалуйста, есть вариант, хороший вариант, причем продается она в среду, 2-го числа в Калгари. Ну, окей, остались не так много машин, давайте бежим дальше, посмотрим, что у нас. Jeep Patriot 2015 года продается в Торонто во вторник, 1-го декабря. Вот ее повреждение. Так, да, 360 градусов есть у нее, можно посмотреть. Ну, наверное, самая такая интересная будет цена на нее, цена на нее будет меньше 10 тысяч долларов, то есть, мы так полагаем, что 9500, 10 под ключ вот эта машина уже будет со всеми расходами, может 9 даже, если повезет, ну, в принципе, ближе к 10, наверное, она будет со всеми расходами получится в Украине, за воротами порта Одессы, то есть, вот, не сильно повреждена. Кстати, по Тайваню тоже есть все запчасти на нее, мы вас сможем без проблем укомплектовать, и погрузить все вот эти запчасти в машину. И, кстати, обратите внимание, вот на этот шильдик, это North Edition, то есть, это как бы северная версия автомобиля. Он, видите, высокий очень, не просто низкий под Патриот, он высокий, он повышенный клиренс у него. Красивый такой, ну, знаете, как самец такой смотрится. вот такая интересная машина. Продается, она получается, ну, тут написано сразу, через, она продается 1 декабря, во вторник в городе Торонто, в Ошаво, в Онтарио. Поэтому, не пропустите до 10 тысяч долларов, вот один из вариантов, который вы можете купить. Очень классный вариант. Так, смотрим, что еще есть. А вот есть еще один джип Патриот, только 2014 года. Тоже продается на аукционе Impact Auto, только в другом городе. Вот ее номер лота, 11109105. Ну, вид у нее, конечно, знаете, как из-за дисков, непримечательный, но у нас тут в Канаде так привыкли такие диски ставить на зиму. Это частое явление такого, жигулевские диски. Вы видите, не удивляйтесь, это Канада. Здесь не комплексует зимой по поводу дисков, знаете. Значит, смотрите, она продается в Халифаксе 2 числа в среду, 2 декабря, в среду. теперь что она может получиться по деньгам. Тоже плюс-минус где-то вот до 9,5. Наверное, реально сделать до 9,5 долларов в США. Может быть, 9 даже. 9,5 долларов в США ее можно сделать под ключ в Одессе за воротом импорта со всеми расходами. Ну и запчасти, все эти вот фонарики, бампер, все, чего не хватает. Вот здесь мы сразу сможем купить вам по Тайване, погрузить машину. Вы просто ее там почините и сразу можете там, скажем так, очень быстро в ремонт ее отправить. Окей, идем к следующим вариантам. У нас еще осталось две машины. Вот какая одна из машин. Необычная очень. Часто, очень часто нас спрашивают про Мерседесы-спринтеры, про грузовые автомобили. вот и в принципе вот вам, пожалуйста, один из таких вариантов. У этой машины повреждение water, то есть вода, она утопленная. Ну, грузовик утопить, я думаю, очень сложно. То есть, докуда бы эта вода не поднялась, даже water-линия, water-линия будет в этой черной получать отметки, то это все равно ничего для этой машины. Так как она и так, и так повышенный клиренс имеет уровень, вы видите, как бы полик, тут типа как грязно тоже. Самое интересное, что у нее открытый airbag, видите? Открытый airbag и вот что-то она воткнулась в начале. Ну, тут грязь есть в салоне, смотрю. А может быть и не только в салоне, может быть побольше было воды. Ну, все зависит, конечно, видите, как она утонула, но просто как один из вариантов мы вам предлагаем ее для внимания, потому что можно и другие найти машины, не обязательно эту, да? но как вариант, пожалуйста, вот такой вариант есть, получается, сзади спаренные колеса, это такой тяговитый бычок, который потянет очень много тонн. Вот, ну и двигатель 3.0, естественно, как обычно. Что она может быть с учетом доставки? Она в Эдмонтоне, в Альберте, очень далеко, конечно. Скажем так, вот эта машина 2014 года, по нашим расчетам она будет меньше 20 долларов США под ключ уже за воротами порта Одесса, растаможенной со всеми-всеми делами, меньше 20. Ну, опять-таки, насколько меньше, наверное, вы нам лучше, если вас интересуют автобусы, звоните, вот эти мини, как вот, микроавтобусы, да, грузовые, звоните, и мы вас проконсультируем, мы подскажем, что, как эта вся процедура производится, вот, если очень хотите такую подобную машину, мы найдем, привезем вам ее. Окей, давайте переходим к следующему, последнему лоту, который продается на аукционе Копорт Канады у нас в Монреале. Так, следующий лот, это у нас Volkswagen Jetta TDI 2014 года, продается она у нас в Монреале 1 декабря, во вторник, 2.0 дизельный двигатель, трансмиссия manual, то есть механик. Вот ее номер лота, 75 тысяч пробег всего лишь. Ну, кстати, сейчас тут тоже болотце, которые смотрели на мукцию Копа. Так, ну вот, вот эта вот машина под ключ со всеми расходами в Украине уже может стоить вот этот дизель лётчик, примерно, скажем так, до 10 тысяч долларов. 9500, может быть, 10 вот так, плюс-минус, со всеми расходами, с растаможкой, портовыми, брокерскими сборами. Ну, то есть, тоже хороший вариант. И знаете, что самое главное, самое важное, что так как она находится в Монреале здесь, то мы перед покупкой можем прийти на аукцион и лично ее проинспектировать, сделать вам фото, видео по этой машине, перед тем, как ее купить, все эту информацию вам отправить, завести, послушать, как и двигатель работает и так далее. То есть, все это мы можем делать на аукционе Копорт. У нас, скажем так, Копорт, он открыт для посещений, для дилеров и можно пойти сделать предварительную инспекцию. Единственный аукцион, который у нас ввели карантин по коронавирусу 13 марта 2020 получается, да? Это уже, смотрите, сколько времени прошло. Все, все аукционы закрылись как ракушки. Все, кроме Копорта. Копорт сказал, да, что, приходите, смотрите, делать, что хотите. Просто мы отгородимся от всех там, чтобы мимо нас там никто не ходил там и пожалуйста, делайте там инспекции, что хотите, то и делать. Вот, собственно говоря, это все до сих пор работает и мы можем пойти сделать инспекцию по любой машине на аукционе Копорт у нас в Монреале перед тем, как купить машину. То есть, это в принципе очень классно для вас. Ну, для нас тоже, в принципе, мы, как говорится, тоже работаем с клиентами и стараемся преподносить уникальную услугу в своем роде, чтобы только мы могли вот такие вот, скажем так, опции предоставить как автодилер, как автосалон, ну, как экспортер тоже. Вот. Собственно говоря, все. На этом обзор закончен. все варианты мы рассмотрели, автомобили, которые мы для вас подготовили. Желаю вам прекрасных выходных, хорошей будущей недели, продуктивной. Вот. И, как говорится, обращайтесь к нам своевременно, так, чтобы не пропустить лоты, интересующие вас. Но также, может быть, вы что-то сами найдете на различных ресурсах, которые мы отметили в рубрике «Как заказать» на нашем сайте «CanadaCards.biz». Там дилерские различные ресурсы. Может быть, вам там что-то понравится, скидывайте нам ссылки, тоже мы с вами проработаем их. Если вам что-то захочется приобрести, мы поедем, проинспектируем машину, посмотрим и дадим свое заключение по тому или иному автомобилю. В общем, желаем вам удачи, мы остаемся на связи, звоните нам в любой момент. После 10 утра мы начинаем работать ежедневно. В выходные дни, ну, в принципе, после 11 можете набирать нас по нашему времени. То есть, у нас 11 утра, у вас, допустим, в Украине плюс 7 часов, это 6 вечера. То есть, ну, 5 вечера, то у нас 10 утра, соответственно. Все. Спасибо большое еще раз. Пока-пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok